Всем здравствуйте, меня зовут Лена и добро пожаловать на мой канал. Сегодня понедельник, я тороплюсь на работу, но нашла время присесть вот тут на лавочке и записать видео. На моем канале уже вышло два видео, возможно уже даже третье, пока не могу сказать. И первое, о чем я хочу сказать, это поблагодарить всех, всех, кто подписался на мой канал. Всем огромное спасибо, вас так много. Я, если честно, не ожидала такого интереса к моей персоне, что будут такие, столько подписчиков и столько просмотров. В общем, приятная неожиданность. Было очень много комментариев на моем канале, на канале Тани нам, где она рассказывает о том, что я открыла канал. Ну это интрига, интрига была. И некоторые комментарии были очень забавные. Я хочу на них, ну, немного прокомментировать их. Например, были интересны ваши предположения о том, что там со мной случилось. Кто-то предположил, что там я бросила работу и вот, по всей видимости, там переезжаю в Турцию на ПМЖ. Работу я не бросила пока, но в планах ближайших полугода есть такие намерения. Об этом я расскажу как-нибудь в следующем видео. По поводу переезда на ПМЖ раньше лета я не планирую. Ну, просто у меня есть некоторые проблемы, которые мне нужно решить именно здесь. И мое присутствие здесь необходимо. Без меня, без моего личного присутствия здесь эти проблемы не разрешатся. Было предположение, что мама вышла замуж. Ну, друзья, прежде чем выходить замуж, нужно, наверное, развестись с предыдущей историей, закончить ее, а потом уже выходить замуж. Прошу всех успокоиться, я замужем уже больше 25 лет, разводиться не собираюсь, но если мой муж со мной не поедет в Турцию, то он останется здесь вместе с собаками. Я в любом случае, мне нужно туда ехать, я летом туда уеду. Но я надеюсь, что я его все-таки уговорю, и разум в вас торжествует. Ну, он не хочет ехать, ему жарко. Он переживает, как собаки перенесут перелет, он переживает, как он там будет в чужой стране без знания языка. Ну, я тоже, в принципе, языка не знаю. Ну, такой вот он очень волнительный. Ну, вот так вот. То есть разводиться я не собираюсь, замуж я не собираюсь. Самый смешной комментарий был о том, что кто-то предположил, что я беременна. Друзья, я уже давно вышла из детородного возраста, и поэтому это не про меня. Если это шутка, то она удалась. Давайте посмеемся все вместе. Очень приятно, что писали комментарии о том, что там рады со мной подписаться, на меня подписаться, меня смотреть. Просили рассказывать все, что происходит в моей жизни. Я не думала, что моя жизнь кому-то интересна, потому что она достаточно ограничена поселком. И я никуда практически не езжу. Ну, кроме Турции, конечно. Конечно, не хожу ни в какие магазины, которые там куда-то надо ехать. Вот здесь все в поселке, все, что касается продуктов. Я покупаю все здесь или там на рынке. Ну, в любом случае-то все происходит в поселке. В Москву я езжу редко в случае крайней необходимости. А сейчас вот в период пандемии и вовсе пропало желание куда-то там выезжать лишний раз. Поэтому что у меня? Вот утром на работу иду, вечером с работы и все. Все. Ну, в моей жизни были там интересные истории, когда я училась в институте, там в школе. И потом там работа. Ну, ситуации-то у всех, наверное, какие-то есть интересные истории, с которыми они могут поделиться. Вот недавно я на Дзене выложила статью о том, как моя дочь выходила замуж. Как я познакомилась первый раз со своим зятем Суром. Потом сама свадьба. Ну, возможно, я продолжу серию этих маленьких коротких рассказов. И, возможно, вам будет интересно. Сходите, почитайте. Или там истории, которые там со мной приключились в пятерочке. Это вообще анекдот. Вот. Ну, вот как-то вот так. Просите меня там некоторые рецепты. Я не кулинар. Вот вообще не кулинар. Я могу только рассказать то, как это делаю я сама. Я не претендую на звание там кулинара, который вот все правильно делает. Там в граммах, в миллиграммах, в ложках, в стаканах и прочее. В основном я все делаю на глаз. Я грибы мариную на глаз. Я там борщи... А, кстати, о борще. Были комментарии на канале, что кто-то обиделся. Очень сильно обиделся на то, что я сказала русский борщ. Борщ украинский, а ваши это щи. Ну, послушайте. Ну, хорошо. Я приношу извинения перед теми, у кого там заиграла национальная гордость за то, что борщ исключительно украинский. Я не претендую. Хотите, пусть будет украинский. Но я его варю совершенно не так, как варят в Украине. Я сейчас поясню, почему. Я родилась в Ставропольском крае. И папа мой, он всегда себя называл ягертерский казак. Ну, мама у него украинка, папа русский, но он погиб в войну Великую Отечественную. А его воспитывал, ну, другой мужчина. Вот. И, ну, он всегда считал себя, он сам сейско, сам себя там считал казаком. Ну, это никакой он там казак. Вот. А я родилась в Ставропольском крае, в городе Есентуки. И это город интернациональный, очень сильно интернациональный. Потому что в нем проживают и выходцы из России, кубанские, донские казаки, россияне, чистые русские, которые приехали там со средней полосы России. Ну, все знают, что такое Кавказ и как туда попадали люди и до советских времен. У меня в классе, класс был вообще очень дружный и очень интернациональный. И русские были, и белорусы, и армяне, и греки. У нас большое поселение греков. И дети от смешанных браков, там, русских. И кого там, армян. Ну, очень интернациональный. И вы знаете, мы когда учились в школе, мы как-то не задавали себе вопроса, там, кто какой национальности. И все было как-то вместе. И мне жаль тех времен, которые прошли. Ну, возможно, мне нужно было тогда это обращать внимание на это. Ну, как мы там дети, зачем нам это надо? Мы дружили, играли. И никогда не задумывались о том, какой этот борщ, украинский или русский. Потому что варили его наши мамы и бабушки, которые там частично были украинками, частично русскими. И что теперь? Вот нам нельзя борщ есть? Или там загордиться тем, что наши пельмени, это наши пельмени, а не какие-то там узбекские. Хотя кухни так перемешаны, что, ну, я не знаю, это все равно, что, например, турки обидятся на то, что мы едим их там самсу. Хотя сейчас, наверное, услышу от комментариев от азербайджанцев, что самса это их. Ну, нет, не ваше. И не ваше, это со Средней Азии, вообще все из всех тюркских народов, наверное, вот какие-то национальные блюда, которые уже теперь, ну, я не знаю, какие-то, наверное, люди есть, которые знатоки, которые знают, что это блюдо произошло оттуда-то, 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 ниоткуда-то больше. Вот. Я этого не знаю. И не претендую на то, что вот давайте разберемся, все по полочкам разложим. Ну, наверное, в общем-то, это не важно. Поэтому, ну, в любом случае, борщ, который я сварила, это мой борщ, борщ бабушке. И дети его ели, внуки. Демир просто там в восторге. Вот. Ну, вот я вам немножко с вами поговорила. Не знаю, интересно, не интересно. Вы мне тогда там маякните, о чем вам еще рассказать и поведать. Да, и когда я училась в институте, закончила геолого-разведочный институт, родители мои геологи, они тоже мотались по всем республикам Кавказа и возили меня с собой. Я хорошо знаю быт народов Кавказа, предгорев Кавказа, не за Кавказья, а это Дагестан, Осетия, Северная Осетия, вот эти вот все места, Кабардино-Балкария, Карачаева, Черкесия. Потому что все мое лето проходило именно на территории этих республик. И я знаю этих людей. Ну, знала, как тогда. Сейчас, наверное, все изменилось. Я там давно не была. Но я с уважением отношусь ко всем национальным. А разница какой? Борщ вообще! Причем здесь борщ? Как-то вот, не знаю, высказала свое возмущение, нравится вам это или не нравится. Вот. А сейчас мне пора идти на работу. Понедельник для меня трудный день, потому что у нас за выходные собирается некая работа, которую нужно выполнить в один день. накапливается. Вот. И сложный день. Я устаю. И по понедельникам другие дни, там уже как-то более-менее посвободнее, можно вздохнуть. А понедельник, вот такой вот стартовый день недели, он тяжелый. Я всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Жду вас у себя на канале. Хочу услышать от вас комментарии какие-то по поводу борщей и готовки или еще чего-то. Заранее прошу прощения, если кого-то обидела, не хотела вообще, вот совсем не хотела никого обидеть. Но жду вас на канале. Всем пока-пока. Хорошего дня. Продолжение следует...